Доброе утро на 12 канале. Час новостей в студии. Анна Черных и коротко о главном к этой минуте. Будут работать в полях 24 на 7 у агрария в две недели, чтобы завершить уборочную кампанию. В областном конгресс-холле проходит заседание оперштаба. Ждем прямого включения Анны Кокориной. Учат безопасности. Посмотрели на разметку на перекрестках для обучения детей правилам дорожного движения. Госавтоинспекторы провели рейды по школам в преддверии учебного года. Поклялись в верности Отечеству сотрудники региональной службы исполнения наказаний. Сегодня приняли присягу. All-inclusive по-омски. Принимаем гостей каждый уикенд. Кормим баурсаками. Озеро Ибейты стало более комфортным для отдыхающих. Расскажем, как изменилась туристическая зона. И продлили беспроигрышную серию. Иртыш сумел вырвать победу у пермской звезды. А нападающий Иван Донсков получит заветная дата возлюбленной. Другого выбора у меня не было. Покажем эффектное предложение руки и сердца. Успеть за две недели уложиться в эти сроки, убрать зерновые, аграриям посоветовали метеорологи. В течение этого времени в регионе будет солнечно и без осадков. В эти минуты в областном конгресс-холле проходит заседание оперштаба по организации сезонных полевых работ на связи главы всех муниципальных районов. Губернатор поручил им взять на личный контроль уборочную компанию. Подробности готова рассказать моя коллега Анна Кокорина. Она на прямой связи со студией. Анна, здравствуй. Справятся ли аграрии с поставленной задачей? Доброе утро, Аня. Но, если честно, другого выхода у хлеборобов нет. Как сегодня отметил глава регионального медицинского хоза Николай Дрофа, обработать предстоит почти 500 тысяч гектаров. Сейчас работы организованы во всех районах области и уже убрано 4% всех площадей. Отмечу, что сейчас, к сожалению, урожайность пока не радует. Средний показатель 13-13,5 центнеров с гектаров. Это ниже, чем в прошлом году. Тогда эти цифры достигали 15, а то и 17 центнеров с гектара. Причина неурожайности – знойное лето. Это июньская засуха и июльские суховеи. Главные потери понесли сельхозпредприятия, расположенные на юге области. Что касается севера, там осадков было больше. И вот там как раз таки агрария надеется на высокий урожай, в том числе и за счет удобрений. Ну и таким образом все потери будут восстановлены. В планах собрать традиционный для нас показатель – это 3 миллиона тонн зерна. Успеть, как ты правильно отметила, предстоит за 2 недели. Именно в это время метеорологи обещают сухую погоду, солнечную и без дождей. Давайте послушаем их прогноз. Погода будет хорошей для уборки, потому что область будет находиться в антициклональном поле. Значит, осадки будут маловероятны. Температура тоже вот сегодня еще под влиянием северных потоков будет в пределах 21-26 градусов. Я говорю о территории Омской области, то дальше, к выходным, температура еще выше станет. Вот уже начиная с 21-го числа мы ждем в области 30-ти градусной температуры. До 27-го числа будет жарко. Ну, что касается готовности сельхозпредприятий, здесь никаких проблем нет. Все в полной боевой готовности. На ходу вся техника в наличии и необходимый запас горюче-смазочных материалов. В этом году, как и в прошлом, аграриям топливо продают со скидкой в 500 рублей. Но, тем не менее, часть расходов пришлось увеличить. Стоит задача и полностью обеспечить все мастерские. То есть, на случай каких-либо возможных поломок, их необходимо устранять незамедлительно, но чтобы техника не простаивала. Ну, и еще одна задача при возникновении каких-либо форс-мажоров, ну, вот задача перед аграриями, помогать друг другу. Аня, у меня пока все. Спасибо, Аня. Анна Кокорина из Конгресс-холла. Подготовлены хорошо такую оценку школам региона дали сотрудники госавтоинспекции в преддверии нового учебного года. Инспекторы проверяют, как в учебных заведениях организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В большинстве школ есть кабинеты безопасности дорожного движения, стенды, аналог дорожной разметки, макеты светофоров и микроучастка школы. Добавлю, что сотрудники госавтоинспекции просят родителей напомнить детям о правилах и рассказать безопасный путь до школы и обратно. А также объяснить школьникам, почему опасно переходить дорогу в неположенном месте и играть вблизи проезжей части. Уже более 700 школ автоинспекторы посетили, где проверили наличие уголков безопасности, методической литературы, также посмотрели на разметку на перекрестках для обучения детей правилам дорожного движения. В ходе проверки особое внимание уделяли деятельности отрядов юных инспекторов движения. Также сотрудники госавтоинспекции проверили безопасные маршруты, которые размещены для удобства детей в фойе школы. Отмечу, автоинспекторы также проверили прилегающую к школам и детским садам территорию, наличие дорожных знаков и пешеходных переходов, а также места, предназначенные для посадки и высадки детей при организованном подвозе. На верность Отечеству молодые сотрудники региональной службы исполнения наказаний сегодня приняли присягу. Исполнять служебный долг поклялись 35 человек. Они успешно прошли испытательные сроки и трудятся в ведомстве уже несколько месяцев. За это время офицеры, в числе которых и дамы, изучили нормативные акты и получили навыки работы с оружием. Молодых сотрудников приветствовали ветераны службы и руководитель ведомства генерал-майор Константин Книс. Торжественное мероприятие приурочили ко дню государственного флага. Это традиция посвящать церемонии, значимому для страны событию. Перед сотрудниками прошла знаменная группа – это лучшие представители профессии. Также в церемонии приняли участие выпускники ведомственных вузов. Сегодня они официально приняты на службу в УФСИН по Омской области. Почтили ей память фронтовиков, молодые сотрудники и ветераны возложили алые гвоздики к мемориалу, на котором перечислены имена участников Великой Отечественной и тружеников тыла. В страну пирамид прямым рейсом Омск вошел в число городов, откуда накануне Росавиация разрешила полеты в Египет. Предполагается, что дважды в неделю борт будет вылетать из Шарм-эль-Шейха. Еще три рейса запланированы из Омска в Хургаду. Когда именно стартуют прямые вылеты, пока не сообщается. Добраться до популярных мест отдыха можно и сейчас, но только с пересадкой. Это сказывается на цене путевки, поэтому многие амичи ждут открытия прямого авиасообщения. Спрос на Египет в ближайшее время будет только расти. Это связано с тем, что в Египте скоро начнется высокий сезон. Летом в Египте чрезвычайно жарко, поэтому все любят отдыхать в Египте именно осенью. И поэтому традиционно конец сентября, октябрь, ноябрь считаются высокими и невероятно популярными периодами отдыха. Если же пока вы не летите в Египет, как вариант для отдыха можно рассмотреть Омское озеро Ебейты. Здесь продолжают развивать туристическую зону. В этом году, например, закупили сабборды. Это надувные доски для водных прогулок. Сейчас такие очень популярны. На берегу теперь можно позаниматься йогой. Мертвое озеро, так в народе из-за соленой воды прозвали Бейты, становится все популярнее. Отдохнуть сюда приезжают не только амичи, но и туристы из других регионов. Подробности у Анастасии Вишовой. Уникальный природный водоем, живописные пейзажи и лечебная грязь. Вода в озере Бейты по концентрации соли превосходит даже Мертвое море. Грязь используют в санаториях, за ней съезжаются туристы даже из других регионов. Она помогает при заболеваниях кожи и суставов, а соль ускоряет кровоток и избавляет от тромбоза, снимает отечность. Но плавать в озере невозможно. Его глубина не больше двух метров. Знаешь, как впечатление? Вроде интересно, но как-то непривычно. Необычное само местонахождение. Бейты расположены между тремя районами Омской области – Москаленским, Силькульским и Полтавским. Дорога к природной достопримечательности трудна. Полсотни километров по бездорожью, а после – пешком по траве, кустарникам и илу. Расстояние заняло 20 километров. Ехали целенаправленно. Вся наша компания и все наши туристы, наши гидроэкскурсоводы, которые сегодня приехали, тоже в полнейшем восторге. Еще несколько лет назад на этом месте у водоема был пустырь. Сейчас установили раздевалки и душевые кабины. Открыли экотропу, разбили лагерь из юрт. В этом году мы снова стоим возле аула Тумба на северном берегу озера Бейты. В этом году у нас появились шезлонги, палатки для отдыха на свежем воздухе. Также стоят юрты. Мы также принимаем гостей каждый уикенд. Кормим баурсаками, пловом, бешбармаком. Готовим все на свежем воздухе, на открытом огне. Этим летом на озере появились саборды – специальные доски для прогулок, катамараны и коврики для йоги. Сейчас водный памятник милеет – слишком мало осадков. Так что в засушливое время Бейты покрываются соленой коркой. Там, где раньше была вода, появляется целебный кладезь – лечебная грязь. Анастасия Вишова, Валентина Аксенова, 12 канал. Омский «Ртыш» продлил беспроигрышную серию до трех матчей к ряду. Накануне в Омском манеже речникам противостояли соседи по турнирной таблице «Пермская звезда». С первых минут амичи активно действовали в зоне гостей. Владели преимуществом, но ворота не взяли. В середине первого тайма уже «Звезда» смогла открыть счет и едва не заработала пенальти. Но судья нагородил Максима Широкова желтой карточкой за симуляцию. Счет открыли на 60-й минуте. Нападающий Иван Донсков эффектно завершил комбинацию точным ударом головой. Этот мяч футболист посвятил своей девушке Кристине. «Ртыш» стал играть на удержание результата. Главный тренер усилил линию защиты новичком Павлом Калошиным. Но на поле футболист провел не более 15 минут. Дебют завершился срывом атаки «Пермяков» красной карточкой и опасным штрафным за две минуты до финального свистка. Речники выстояли и завершили матч победой со счетом 1-0. Команда поднялась на четвертую строчку в группе. От первого места «Ртыш» отделяет всего три очка. Сегодня, наверное, не лучшая наша игра, но все-таки надо отметить то, что за счет характера, желания смогли все-таки переломить игру, забить мяч. Тяжело было, непросто. И сохранить этот результат, потому что в последних матчах мы забивали, но пропускали. Уже после матча у служебного входа стадиона раздались аплодисменты и залпы фейерверков. Радовались не только победе, но и предложению руки и сердца, которые сделал Иван Донсков Кристине Красюковой. Избранница футболиста, мастер спорта по плаванию на чемпионате России 2020-го. Плавчиха выиграла бронзовую медаль в соревнованиях на короткой воде. Известно, что молодые люди встречаются уже несколько лет, но из-за профессиональной деятельности не всегда удается проводить время вместе. Нервы были, да, хотелось очень сильно порадовать Кристину голым. Ну, видите, как все удачно сложилось. Когда свадьба? Как только, так сразу. Я бы в любом случае согласилась, потому что я люблю его. Поэтому другого выбора у меня не было. То есть можно сказать, что Омск для вас стал таким судьбоносным городом для вашей семьи? Для новоиспеченной, да. Далее прогноз погоды. Ну, а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Этьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Купить квартиру в Москве или Петербурге, не выезжая из Омска в регионе, дни открытых дверей от застройщика. Специалисты расскажут о преимуществах нового жилья, помогут подобрать недвижимость в парковой зоне и поделятся выгодными предложениями. Например, как купить квартиру без комиссии или обменять свои квадратные метры в Омске на столичные по программе Trade-in. Подробности в сюжете. Современные новостройки от 3,5 миллионов рублей, развитая инфраструктура и вид на лесные массивы. Компания «Самолет» прорубила для мечей окно в Москву и Санкт-Петербург. Для заключения сделки не придется даже выезжать из Омска. Существует возможность посмотреть онлайн, не выезжая из Омска, экскурсии по ведущим всем новостройкам. Мы покажем видео, покажем обзоры, специально снимаем эти обзоры для жителей регионов. Квартиры с чистовой отделкой и даже кухонным гарнитуром готовы к заселению. Возводят в новых микрорайонах детские сады и школы. Купить новое жилье можно и в ипотеку. Также можно обменять старую квартиру в регионе на новую. Официальный представитель в Омске – компания «Две столицы». Сюда вы можете обратиться и они помогут вам продать недвижимость в Омске. Забронировать квартиру на 60 дней у нас в группе «Самолет». За эти 60 дней цена квартиры не поднимется, то есть она зафиксируется. И, соответственно, за два месяца наши партнеры продают квартиру и вы заключаете договор долевого участия. Офис агентства «Две столицы» расположен по адресу Ленина, 10, второй этаж. Телефон 29-00-80. У Амичей все больше шансов выиграть денежные призы. Акция «Миллион от холодушки» продлена до 12 сентября. Все это время в магазины будут завозить продукцию со стикерами. Они и станут ключом к подарку. Весь август по основным магистралям города будет разъезжать и сибирская красавица в расписной карете, запряженной белым рысаком. О том, где можно встретить холодушку и как выиграть «Миллион» наш материал. Венок, усыпанный цветами, пышное платье и карета – образ, будто ожившая иллюстрация детской сказки. Дополняют антураж кучеры и белый рысак. В свое царство Амичей приглашает холодушка. Девушка встречает горожан на центральных магистралях, парках и в общественных местах. Сибирская красавица завораживает взглядом, а фотосессии вызывают самые яркие эмоции, особенно у детей. Со своим турне холодушка посетила парк 30-летия в ЛКСМ и Советский. Выставочный сквер, Левобережье, Старый Кировский, Амурский поселок. Девушка раздает Амичам информационные листовки и рассказывает, как выиграть больше 120 денежных подарков и получить главный приз – «Миллион от холодушки». Акция «Миллион от холодушки» продлена до 12 сентября. А в торговые точки продукция будет поставляться до 12 сентября со стикерами. Поэтому у каждого есть еще больше возможности собрать большое количество стикеров и обменять их на большее количество купонов у нас на праздники – 12 сентября в парке 30-летия в ЛКСМ. Чтобы принять участие в акции, нужно приобрести продукцию под торговой маркой «Холодушка», вырезать стикеры с упаковок и набрать 10 баллов. Их в парке 30-летия в ЛКСМ можно обменять на один купон. Акция действует с 1 июня по 12 сентября включительно. Добавлю, в честь своего 15-летия компания ООО «Продтехнологии» подарила Амичам уникальный пешеходный светомузыкальный фонтан. Ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 12 августа по 5 сентября. Мед свежего урожая с имбирем, пиргой и восковой молью – бортьевой. Ждем вас в торговом центре «Корона» у ДК имени Молунцева и возле торгового центра «Фестиваль Сити». Акция. При покупке 1 килограмма меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. На этом у меня пока все. Увидимся в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин